вот рыжуля кушать пришла я тут работаю она пришла но она боится еще меня сильно прям близко не подпускает но уже прогресс кушай 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 моя девочка кушай на днях дымарь приходил ухажер ее тоже кормила она к Мише перетащила котят вот который крышу строит Миша побыл несколько дней на выходные приезжал и уехал пока Миша был рыжоли не видно было потому что Миша их кормит а теперь Миши нет куда деваться рыжуля пришла вот зачем унесла котят что тебе плохо жило здесь так бы были пристроены я Миша говорю там у тебя это хозяйство появилось он говорит кошку видела котят нет говорю там и котят где-то но они говорит дикие потом уже через день руки не даются не даются вот как их пристроить как их приучить в поймать то одно но кто их диких возьмет надо вот так вот потихонечку кормить их и чтобы они привыкали вот рыжуля уже уже осознала наверное узнала кузькину мать да рыжулечка кушай моя сладкая много корма купила теперь буду вас кормить спасибо моим подписчикам помогли и этого Тимошку сегодня увидела видимо уж совсем ему не в моготу дома сидеть ну три укола сделали его видимо выпустили погулять но он меня увидел теперь боится знает что я ему колю сначала пришел помирал не боялся уже ему все равно было а сейчас ожил и уже лучше стало и решил что ему вообще хорошо что лечиться дальше не надо убежал в кусты я к нему он от меня ничего самое главное что котику легче кушай моя красавица кушай зови своего ухажера и его накормлю как смачно кушает уши моя девочка кушай а я друзья видите он тачка стоит он уже куда продвинулась здесь вот немножко другой уровень я вам уже объясняла почему и как трубу вот очистила лопатой ржавчину обязательно битумная мастика и и обработаю вот так что тружусь потихонечку думаю за дня два три я вот эту линию одолею а там останется за воротами дорожку прорыть и наверное в этом сезоне все потому что сейчас огурчики пойдут вот никогда будет заниматься рытьем земли в общем этот год под эгидой а трой а трой дом девиз в этом году а трой дом сколько я земли вывезла уже друзья очень много сейчас иду с вами раз уже включилась покажу вам какие огурчики в теплице представляете под открытым грунтом вперед пошли огурцы а здесь позже в теплице вот так вот видите сколько их нацеплялась сейчас еще денька денечек наверное уже можно будет вот эти вот срывать я их тут вон видите еще нитки по подвязывала вон туда набила гвоздиков и шпагатом чтобы им было вот куда плестись вот он ухватился вот здесь вот шпагат я здесь привязывала ой как тут жарко но огурчиков должно быть много в том году очень плохо с огурцами было очень плохо в плане что они сходили с третьего раза у многих вообще не взошли ни с какого раза вот ну плетутся но здесь ниточки вот уже привязался представляете вот вчера только я шпагат здесь этот протянула и уже пошли плестись в общем потихонечку направляю чтобы здесь можно было пройти а иначе я здесь если так их не подвязывать у меня проход закроется я не смогу ходить по теплице вот вот небольшая тепличка она нужна для растений для закалки растений если выращиваешь свою рассаду вот куда вынести сюда сетка еще стоит армирующая у меня я раньше вот здесь ею дверь закрывала сейчас вроде то они то ли привыкли к жаре то ли я не знаю вот здесь вчера попропалывала не знаю за что хвататься вот сегодня уже надо поливать перчик надо сегодня полить вчера у меня уже силу еще вчера бы нужно было полить ну вот ладно сегодня уже еще перец надо прополоть но не знаю за что хвататься вчера вот здесь вот прополола прям много на дымка вон одна луночка пошла плестись вот полола у тебя не видела вот этот пырей вот ну так стараюсь вот это вот зараза появилась ныть наверное называется такие волоски у нее как тоненькие тоненькие ниточки не дай бог один земли останется все прям зараза дрова не увидела сегодня надо и дыньки пополивать как хочешь лена копай но полить надо вот петрушка кинза там кинза прям ух какая красавица пошла уже салатик с не делаю спасибо вам за рецепт и там вы написали к мясу лучок кинза кетчуп с майонезом я еще не делала ну потому что мяса нет вот зону отдыха доделаем куплю да скорее всего курицу что-то мне куриный шашлык больше нравится даже чем и свинина и сделаем тогда салатик по вашему рецепту из кинзы помидорчиков куплю ох ох зараза корень остался ладно потом тяпкой поддену вот и душа радуется уже все лучше и лучше все красивее и красивее бетономешалочка наша помощница лешек ее отодвинул чтоб она мне здесь не мешала вот отмосточка цоколь уже все готово так ходила рыжуля там все наверное подъела и ушла и ушла нет не все даже съела вон вижу ну ладно наелась и хорошо еще вот лилии цветут уже отцветают но еще есть бутоны вот так вот сейчас поубираю видите красота красивая когда-то здесь будет очень красиво уже вырисовывается эта красота ладно буду дальше копать ну вот вы знаете вот работаю в кайф вот честно вам скажу вот просыпаюсь каждое утро и вот прям радостно что есть какое-то дело что приближаемся к какому-то завершению и хочется это делать да тяжело но повторюсь лучше нас никто это не сделает но никто друзья у нас жара включила кондей на 23 в доме 27 все коты балдеют оставлю им кондиционер включенным они все здесь собрались посмотрите все поразваливались в общем далеко отсюда не уходят все поняли что здесь идет холод здесь ветерок и отдыхают ну а я выхожу на улицу покажу вам что мы там с лёшиком понатворили лёшик меряет поребрик чтобы отпилить болгаркой и установить только что мы приехали из доки заказали заказали материал поребриков 35 штук и водоотлив вот для этой стены потому что здесь льет конечно сейчас здесь воды не видно она вся там под щебнем но она вся идет под фундамент поэтому заказали пвх да лёш водоотлив пвх все части к нему водосток заказали также водосток который на земле будет вода будет уходить в общем сегодня или когда там будем устанавливать ну и вот друзья плавно показываю я уже не стала это все снимать показываю что скрывалось здесь за вот этим профлистом здесь все не так плачевно как было ну по той стороне дома по тех сторонах здесь более-менее сухой кирпич ну вот нижний только так начал разрушаться но более-менее нормальный более-менее поэтому принято решение металлический армосло здесь делать не будем а просто я за штукатурю это все обычной штукатуркой но с сеткой пластиковой сеткой металлической сетки здесь не будет и будем утеплять пеноплексом и низ вернет соколь здесь будет по-другому сделан то есть пеноплекс потом я этот сделаю вот такими кирпичиками вот ну это конечно когда уже здесь будет лежать плиточка это не скоро сейчас надо обрезать вот этот металлический профиль металлические крепления одну ламель сайдинга мы сняли но она здесь будет потом поставлена сейчас мы сняли чтобы нам удобно было работать теперь по поводу был комментарий Елена раз такие сюрпризы преподносит дом а может быть там что-то из ну с бревнами то есть с брусом то из чего сделаем дом но с этим нам повезло вот посмотрите я вам сейчас покажу лежит венец вот он он как будто как новый вот просто как новый видите по-моему это вообще дуб вот и здесь здесь тоже даже нет кирпичей но мы видим вот венец нижний венец дома он сухой он хороший здесь я заложу вот эти недостающие кирпичи которых здесь почему-то нет и все потом заштукатурю вот это кстати штукатурка ее видимо здесь видимо разрушил разрушенный был настолько цоколь что здесь пришлось им все-таки заштукатурить ну вот видите как заштукатурили наверное самую страшную часть а вот это все была старая штукатурка которая я ее молоточком тюк-тюк она вся осыпалась я уже ее даже вывезла так что здесь сюрприз но он такой скажем так поправимый вот уж делать так делать вчера я там вам уже наверное показала что было вчера в общем это видео создано из сюжетов которые я постепенно снимала вчера сегодня ну и может быть сниму еще что-нибудь посмотрю там какая длительность у меня получилась после дождя после ливня вчерашнего шквалистого ветра у нас все целое слава богу завалилась кукуруза причем ну во дворе вот вот эту я не увидела вот надо ее немножко поправить а так все целое Леша там пилит вот сейчас надо мне пойти собрать еще клубнику последнюю Лешу ой настела сейчас буду собирать вот здесь вот была повалена кукуруза я вот видите ее земелькой так подсыпала вернула назад а так в принципе все целое у нас вчера выключался свет очень часто но мы уже спать легли вот там столб завалило у людей крыши посрывала сосед вот рассказывал в общем это страшное что вчера творилось но у нас тут все хорошо и картошечка стоит и помидоры стоят все нормально и самое главное я больше всего боялась за вот те огурчики которые вот под открытым небом которые мне столько урожая уже принесли я прям не ожидала они выжили ух ты мы сейчас с вами даже еще один огурчик сорвем да даже не один как быстро то представляете вот уже поспел огурец вот один нет тут не буду пусть подрастет видите выжили огурчики все нормально как они перенесли такой град может у них листья пластмассовые в общем здесь все хорошо все хорошо мы будем сейчас работать Лешик уже работает а я пойду соберу клубничку вот чтобы в этом году закрыть сезон клубники ну я то может быть еще пособираю а Лешик уже приедет в следующий раз конечно же клубники не будет вот вот сейчас разведем немножко клея поставим клей там немножко не по уровню надо досыпать щебня ну потому что поребрика не было и я не смогла досыпать там немножко нарушен уровень но это не беда сегодня нам привезут этот заказ так я ухожу лошад будет здесь привезут заказ из доки и может быть сегодня установим водоотлив вот на эту стену на эту сторону чтобы не лило вот здесь под фундамент ну и на голову не лило здесь как-то ходишь когда дождь все это ну неприятно вот ну а потом купим такие же водоотливы наверное скорее всего из ПВХ и на весь дом но это будет позже вот так что занимаемся немножко работаем вот такая вкуснятина помидоры конечно пока покупные но здесь своя гинза свой лучок чесночок купила свой огурчик красота оливковое масло хотя можно было добавить и валериного домашнего и потерла немножко сыра ни туда ни сюда посолила приправила вкусными специями всем приятного аппетита и с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собрала последнюю клубничку... Сегодня 6 июля... Надо этот факт зафиксировать... Сейчас пойду помою... Как раз нам тут с Лёшиком вдвоём... С сахарком... Закроем клубничный сезон... А на вечер у нас есть... Вот такое вино... Армянское... А рамы... Лёшик привёз из Москвы... Рыжуленька... Там пришло... Я его насыпала... Рыжулька... Иди сюда, моя девочка... Иди сюда, моя красота... Иди сюда... Иди... 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 Кушай... Моя красавица... А я поняла... Ты меняешь... Немножко... Рестораны... То черешневый... Теперь пионовый... Да? Главное, что... Кушай... Сникли на солнце... Кушай... Кушай... Да я не буду... Я тебя снять хочу... Ну, ты хотя бы попозируй... Хоть спасибо не говоришь... Ну, хоть попозируй немножко... Скажи, какой позируй... Врач получится... А у неё такая... Такое обильное слюновыделение... У неё прям эти... Слюни капают... Где моя сладкая... Кушай, моя красавица... Кушай... Ах ты... Моя рыжулечка... Какие... Моя девочка... Вот ты кушаешь... А детки как твои... Ух уж и бы тебе почистить... Я сейчас смотрю... Там черных... Да нет... Лёшек... Они уже так трескали... Хорошо... Сухой корм... Им уже надо... Не только мамы на молоко... А что ты будешь бегать искать их? Да не буду, конечно... Они дикие... Да и она... Вон, видишь, близко не подпускает... Ну, каждый день... Два раза в день приходит... Вот что тебе... Сегодня запозднилось... А может, с утра приходила... Мы ездили в магазин... Утром и вечером приходит... Прямо как по часам... Ну, правильно... Вчера после грозы пришла... Обед и ужин... Часов восемь, наверное... Кушай, моя девочка... Кушай... Кушай, моя красавица... Добрый день, дорогие друзья... Сегодня уже, по-моему, седьмое июля... И зона отдыха наша преображается... Пока я еще не переоделась... Пришла из магазина... Видите, бокал пива... Там еще пена стоит... Нужно прям глотнуть... Выпить туст... Сделать туст... За нашу победу... Спасибо за ваши комментарии... Слова поддержки... Мне очень-очень приятно... Да... Это действительно... Наша победа... Вот там лежит матрас... Я его... Вернее... На него пошьем... Хороший чехол... Пока там просто лежит плед... Хотя, посмотрите... Даже плед подходит... Под... Нашу зону отдыха... Под этот зонтик... Который мы сегодня с Лешей... Получили в озоне... Еще идут... Два стула... Лежак и столик... И подставка для зонта... Сейчас зонтик... Ну, там я импровизированную... Сделала такое ведро с песком... Сверху положила... Кирпичи... Чтобы зонтик... Ну, держался... Уж очень... Мне хочется здесь вот... Полежать на этом лежаке... И немножко отдохнуть... Прям глотну... Очень жарко... У нас сегодня... 32 градуса... Это в тени, друзья... На солнце будет, наверное... Все 40... А то и 50... Классное... Классное пиво... Сейчас с вами пообщаюсь... И пойду дальше работать... Что хочу сказать... Зонтиком очень довольны... Посмотрите... Как он хорошо подходит... Под... Нашу пристройку... Под цвет... Я имею ввиду... Color... Ну, просто... Один и тот же... Зонтик имеет... Два положения... То есть... Он может... Головку вот так... Наклонять... И... Прямо... И высоту меняет... Его можно будет потом даже ставить на стол... И он еще... Кроме солнца... Он еще и от дождя... Так что... Когда будет стол... Можно будет и стулья... Если будет дождик... Можно поставить... Открыть этот зонтик... Ну, конечно... Не ливень... И... Посидеть... Порелаксировать... Послушать... Дождь... Ой... Ну, как же мне это нравится... Когда будет мебель... Представляете... Как красиво будет... А когда... Будет гореть... Огонь... Вечером... В этом... Мангале... Будем... Жарить шашлык... Просто смотреть на огонь... Релаксировать... Отдыхать... Ведь мы этого заслужили... Ну, а я сейчас... Переключусь... На фронтальную камеру... И... Покажу... Чем мы вчера... Еще... Занимались... Да... Ну... Чтобы мне переключиться... Должно поставить... Вот этот... Замечательный бокал... Пива... Ой... Зонтик... Кстати... Имеет... 8 спиц... Здесь нет... Конечно... Функции... Антишторм... Покупали недорого... Две... Семьсот... Чем-то там... Ну... Давайте округлим... Две восемьсот... Ой... Ну... Просто классный... Просто классный... Конечно... Ветер его... Я думаю... Не стоит открывать... Ну... А такой легонький ветерок... Вот... Еще получу подставку для него... Насыплю... В нее песка или воды налью... Ну... Чтобы это ведро с кирпичами не стояло... Ну... Очень... Очень мне уже хотелось... Друзья... Посмотреть... Во-первых... Как это будет выглядеть... Ну... И... Конечно же... Немножечко... Хотя бы... Полчасика... Отдохнуть здесь... Скорее всего... Вечером... Кондиционер работает... Шумит... Вчера... Включала я его на целый день... Целый день мы с Лешиком работали на улице... Без обеда... Обед у нас был опять... Последняя сладкая клубничка... Вечером поужинали... Правда... Уже, наверное, часов десять вечера... Целый день мы работали... Сейчас я покажу... Чем мы занимались... Вчера ездили мы в Доку... Давайте еще немножечко... Вот так вот... Покажу... Покажу вам этот зонтик поближе... Ну... Классный... Классный... Сейчас кривенько стоит... Но это потому что... Вот... Вот это вот... Импровизированная... Подставка-держатель... Вчера мы купили... Вот такие водостуки... Лешик здесь их устанавливал... Видите... Вот эти бабышки... Это вот... Пришла мне идея в голову... Ну... Нельзя было... Прибить вот... К этой доске... Крыша здесь... Выпуск крыши большой... Или крышу спиливать... Или... Вот... Как придумали мы... Разобрали палет... И там вот такие были... Брусочки... В палете... 10 на 10... Наверное... Брус... И мы их приспособили... Сделал Лешик... Вот такую подкладку из них... И прибил кронштейны... Которые держат... Вот этот водосток... Это... Забыла уже фирму... Как называется... Вот... Покупали в доке... Это не металл... Это пластик... ПВХ... Короче... Здесь, конечно... Не доделано... Здесь еще будет... Водосточная труба... Которая... Крепиться будет... К стене... Ну... И выводится вода... От дома... Вот... Не все купили... Хомуты для трубы... Не купили... Ну... Мы первый раз это собираем... Собираем самостоятельно... Нет бы посмотреть сразу видео на ютубе... Ну... В общем... Потом уже... Когда и магазин закрылся... Да уже и ехать не хотелось в доку... Сегодня утром съездили... Купили эти хомуты... Следующий приезд... Плёшек... Это все... Дело... Сделает... И уже здесь будет водосток... С этой стороны... Конечно же... Будем ставить по всему дому... Ну... Пока здесь... Значит... Что здесь... Здесь... Моя задача сейчас... Видите... Вот... Дорыть... Вот до сюда я дошла... Да... Друзья... Вот эта труба... Это водяная труба... Это летний водопровод... Она пустая... Мы ее будем срезать... Она нам здесь вообще не нужна... Тем более под плиточкой... Или срезать... Или переносить вот туда... Чтобы она не шла здесь... Здесь будет укладываться плитка... И... Она нам мешает... Я не могу сделать нормальный уровень... Так что... Теперь... Принято решение ее срезать... И... Уровень... Вот там я уберу немножко... Будет двор ровный... Ну... Естественно... С небольшим покатом... Водоотведение от дома... И на улице... Тут тоже будет двойной уклон... Как в нашей... Отмостке... В общем... Здесь... Цоколь... Более-менее... Нормальный... Мне останется только... Оштукатурить его с армосеткой... И... Лешик приедет... Будем утеплять его тоже пеноплексом... Вот... Так что здесь... Более-менее... Нормальный... Я не знаю... В каком-то отрезке... Видео... Я же снимаю все частями... Я уже показывала вам это дерево... Оно просто прекрасное... Очень хорошее состояние... И это... Походу... Дуб... Вот... Этим... Мы... Вчера... Занимались... Конечно... Работы еще много... Но... Ничего... Все преодолимо... Уже столько мы переделали... Работы мы... Не боимся... Так... Что тут у меня с лилиями... Еще цветут... Еще бутончиков много... Так... Ну... А я пойду сейчас переодеваться... И буду работать... Вынимать грунт... А может быть подожду... Пока... Вот уже тенек стал сюда заходить... Потому что... Очень... Очень... Друзья... У нас сегодня жарко...